Куллияту деббара ль-льмия. Аилмун, аилм. Одиннадцатая глава. Бабу Фиманнака Хадата Махрам. Глава о том, кто женился на той... Ярхамукала. Глава о том, кто женился на той, на ком ему Харам было жениться. То есть из тех, кто является Махрамом. Вы же сейчас сказали в предыдущей главе. То есть, допустим, человек на саллах аляф-аляфе женился на своей родной сестре. Или же женился на своей тёще. Или женился на своей тётке и тому подобное. Те, кто для него является Махрамом. 1263-х адис. Ануль-Вара-Вара рассказывал. Каля-Ля-Киту-Хали-Ава-Вурда-Вамагу-Рай. Однажды я встретил, говорит, своего дядю со стороны матери Абу-Бурды. И с ним было знамя. То есть знамя он пошёл выполнять, как военный отряд, приказ пророка Асалса. Я спросил у него, ты куда идёшь? Меня, говорит, посланник Ала-Ава-Васалса отправил к человеку, который, говорит, женился на жене своего отца. То есть, смотрите, отец, человек, да? У него есть отец. То есть этот человек родился от своей матери, правильно? У этого отца была ещё одна жена. Этого отца ещё была одна жена. Вот этот парень, Барак Луфикум, то есть вот у меня, допустим, несколько жён. Например, жена номер один, жена номер два, жена номер три, допустим. И у меня, допустим, есть, вот от первой жены у меня есть сын. Понятно, что я отец, его мать, его мать, правильно? Моя жена его мать. Моя вторая жена для него махрам. То есть понятно, да? Как у нас же говорит, она же по нашим понятиям постсоветским мачеха для него, а он для неё пасынок, правильно же? Мачеха же считается. И третья жена тоже получается для него мачеха, а он пасынок. У одного брата, Барак Луфикум, жена намного-намного моложе него. И получается настолько моложе, что почти что ровесники дочери этого брата. И однажды этот брат рассказывал Барак Луфикум, что поехал навестить свою маму с этой своей женой. И там была дочь этого брата. А у этой дочери что? Дети. Это получается этого брата внуки. И мама этого брата сказала его молодой жене, при том, что молодая жена, ровесница дочерей, сказала, иди кастрю со своими внуками, смотри. Она говорит, она не поняла, за какими. Ну, говорит, это же твой муж, правильно? Ты же их мачеха, получается, твои... А дочка же его твои мачеха. Получается, это твои внуки. Вот так говорит. А потом брат рассказал, что его жена сказала, вот так вот я, будучи молодой, уже, оказывается, имею внуков. Барак Луфикум. И вот этот человек женился на жене своего отца, то есть на какой-то второй или этой жене. И пророк отправил меня к человеку, который женился на жене своего отца. И пророк отправил меня, чтобы я его казнил. Или отрубил ему голову. Барак Луфикум. Тут кто-то может задаться вопросом. Смотрите, очень важный вопрос, связанный с вопросом такфира. Этот человек, почему пророк, салаллаху, алейсалям, приказал его убить? Ученые говорят, пророк, салаллаху, приказал его убить, как вероотступника. Возникает второй вопрос. Ну, по сути дела, он же совершил харам? Он же совершил харам же? То есть, почему, в чем вероотступление? Ученые говорят, что его вероотступничество было в том, что он сделал никах. То есть, поняли, да? То есть, грубо говоря, человек, у него был отец. У отца была вторая жена. Отец умер. Эта жена теперь не замуж. Вот он, когда идет и делает с ней никах, свидетели, все как по шариату. То есть, он же это делает, получается, как будто бы он этот никах указывает на то, что в его сердце, что? Что, что халяль то, что он делает. То есть, он сделал то, что запрещено религии, сделал то, что халялем. Видите как? И вот в этом была причина, ученые говорят, его вероотступничество. В этом и была причина, чего его вероотступничество. И поэтому пророк, салаллаху, приказал Абу Бурду казнить его уже как вероотступника. Зазвание Всевышнего Аллаха Суфану Аталия. Продолжаем чтение книги Саффи Мавари Думан. Мы дошли до второго тома. 65-я страница, 24-й раздел, Китабль Худуд, 12-я глава. Бабу Маджа Фишари Бель Хамр. Глава о том, что было упомянуто о том, кто пьет вино. Глава, что было упомянуто о том, кто пьет вино. Мы говорили слово Хамр, Бараклауфикум, хоть мы переводим условно вино, но по словам Хамр, как мы говорили Бараклауфикум вчера, это слово охватывает из себя все, что вводит человека в нетрезвое состояние. Будь это жидкость, будь это порошок, будь это какой-то продукт, будь это какая-то инъекция, будь это дым и так далее. 1264-й хадис, Анаби Гурайрат, Анрасуле Ляй, салаллаху, алисалямхаль. Абу Гурайрата, будь довольным Аллах, рассказывал о том, что посланник Аллаха, салаллаху, алейхи вассаляма, говорил, «Изасакера раджуль фажлиду». Если какой-то человек опьянел, то есть, обратите внимание, «изасакера опьянел», то есть, опьянел любым путем, фажлиду, то бейте его плетьми. Сумма инсакера фажлиду. Потом, если опять вы увидите, что он в нетрезвом состоянии, бейте его плетьми. Сумма инсакера фажлиду. Потом, третий раз вы опять этого же человека увидите в нетрезвом состоянии, бейте его плетьми. Сумма инсакера робе фадрива унуха. Если четвертый раз вы его застанете в нетрезвом состоянии, то можете отрубить ему голову. Во-первых, варак луфикум – это обращение к кому? Не к простым гражданам, мусульманам. Это обращение к правителям мусульман, барак луфикум, и соответствующим органам, занимающимся уголовными делами. Во-вторых, барак луфикум, этот вопрос, то есть, дар буль унух, более правильное мнение, как мы разбирали это в серии уроков омда-ту-ляхкам, ссылочка, иншаллах, будет под видео, что это заходит в Бабу Таазир, Бабу Таазир, Баб Таазир, то есть, глава, как мы сегодня говорили с вами, утром варак луфикум, глава о чем? О наказаниях, которые, алейкум ассалям, о тех наказаниях, которые выполняет имам, то есть, на свое усмотрение. 1265-х хадисы на Бабу Саид Аль-Худри, Ради Аллаху Анху Каль, Абу Саид Аль-Худри, да будет довольным Аллах, говорил самяту Расуле Баису Ассалям Якуль, Ярхам Кал, я слышал, как посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, Маншари Бальхамра фажниду, тот, кто пьет вино, бейте его, фаин аада фажниду, если он еще раз это сделал, то бейте его, фаин аада фажниду, если он это делал третий раз, то бейте его плетьми, фаин аада фахтулюху, если он сделал это четвертый раз, то уже можете его казнить, сказал пророк, салаллаху алейхи вассалям, и в этом брать указание, Баарак Луфикум, на то, что алкаши их казнят, алкаши казнят Баарак Луфикум на усмотрение имама, если имам решит казнить такого, Баарак Луфикум, он может его казнить, исходя из этих хадисов. 1266-й хадис, Ан-Муави вне Ави Суфьян, Ан-Расуль Аллахи салаллаху алейхи вассаляма халь, Муави вне Ави Суфьян говорил о том, что посланник Аллаха салаллаху алейхи вассаляма говорил, ин шарибуга фажнидугум, если и за шарибуга, если кто-то, или если они будут пить спиртное, то бейте их плетьми, сумма из-за шарибуга фажнидугум, потом, если они опять будут принимать эти алкогольные напитки, то бейте их плетьми, сумма из-за шарибуга фажнидугум, если они еще раз, то есть и третий раз, будут принимать эти алкогольные напитки, то побивайте их предметством из-за шарибугу, фактулюгум. Если же они в четвертый раз уже вы поймаете их за принятием этих спиртных напитков, то можете их казнить, сказал пророк. Еще раз напоминаю о том, что этот раздел и как правильно понимать эти хадисы по аракулуфикму связаны именно с наказанием за распитие спиртных напитков или же принятие наркотиков и тому подобное. Все это возвращается к вопросу имаму, как мы это подробно разбирали в сирии «Умдату лягкам». Ссылочка будет под видео. Следующая, 13-я глава Бабу Тазир. Глава о наказании. Мы с вами сказали сегодня, баракулуфикум, разницы между аль-худуд и что? И Тазир. Худуд – это наказание, установленное шариатом. Помните же, да? А Тазир же, баракулуфикум – это те наказания, которые решает баракулуфикум правитель, который решает правитель. Вот многие люди, мусульмане, об этом ничего не знают. Они знают о худутах, о шариатских наказаниях. И поэтому, когда некоторые говорят, допустим, «Нам нужно жить по шариату». Бисмилля, что будем делать? Скажи, брат, «Будем отрубать руку прелюбодею». «Еще». «Будем отрубать руку вору». «Еще». «Будем закидывать прелюбодея камнями». «Ага, потом». И это как, в общем, надо жить по шариату. Ну, хорошо, мы поняли. У тебя весь шариат – это отрубить вору руку. И весь шариат получается закидать прелюбодея камнями. Получается, если среди нас не будет ни одного вора, и не будет ни одного прелюбодея, все, по шариату жить не будет. Вот видите, как люди Барак-Луфикум. Если бы этот человек действительно был бы правдивым. То есть, смотрите, когда вы можете узнать, о человеке он правдив или нет, когда он заявляет Барак-Луфикум о том, что следует нам жить по шариату. Или когда человек предъявляет претензию к тому или иному правителю, который называет себя мусульманным, мусульманным, и при этом Барак-Луфикум, допустим, не воплощает те или иные каноны шариата. И вот кто-то его обсуждает. Вот как познать? Вот этот тот, кто его обсуждает. Он религию искренне, действительно искренне. И хочет, чтобы действительно этот правитель искренне воплощал то есть законы шариата на земле. Или же он просто показушник. Или же он просто как это хайпом занимается, как это сейчас называется в Арак-Луфикум. Вы посмотрите на этот человек. Если этот человек день и ночь изучает шариат и говорит в Арак-Луфикум, правитель, что он должен изучать, сначала надеемся, что этот человек в Арак-Луфикум искренне. Но мы ему говорим, в Арак-Луфикум, если ты действительно изучаешь шариат, и мы видим, что ты стараешься, знай, что из шариата, из шариата, если ты чем-то недоволен, то есть видишь что-то в правителе, что тебе не нравится, ты должен об этом ему говорить один на один, уединиться с ним, как это приказал нам пророк, а не обсуждать его на мембарах, не писать о нем статьи в интернете и так далее и тому подобное. Это тоже из шариата. Это тоже из шариата. Другой же человек, барак лауфикум, который абсолютно ничего не изучает из шариата, но при этом день и ночь такфирит правители, которые называют себя мусульман, говорит, какие они, они кафиры, они живут по шариату. Так ты первый кафир, который не живет по шариату, потому что если бы ты был искренний и не был бы кафиром, то ты изучал бы этот шариат. И ты подобен тому человеку. Вспомните, барак лауфикум про Саада, когда Умар ибн-Хаттаб был правителем, и пришла жалоба из Ирака, из Куфы. Пожалуй, жалоба на кого? На Саада. И Умар ибн-Хаттаб, ради Аллаху, вызывает Саада к себе и говорит, на тебя поступила жалоба и так далее. Говорят, что ты молиться не умеешь, говорят, что ты в джихад не выходишь, в военный поход, и говорят, что ты трофей несправедливый, делишь или же казну неправильно распределяешь, и так далее, и тому подобное. И тогда Саада рассказал Умар ибн-Хаттабу о том, как он совершает молитву. То есть все-все в подробности рассказал, и Умар ибн-Хаттаб сказал, барак лауфикум, так я о тебе и думал. Но при этом, смотрите, очень важный момент, так как Умар ибн-Хаттаб, ради Аллаху, знал Саада, это личное между Умаром и Саадом, но в данный момент же Умар ибн-Хаттаб же, он же занимает пост правителя, поэтому поступила жалоба, должна быть реакция. И он посылает барак лауфикум, группу людей, так называемых ревизоров, в Куфу. И эти ревизоры начали задавать вопросы о Сааде, о их правителе. Зашли в одну мечеть, а люди где, где людей можно собрать? Людей можно собрать в мечетях. Зашли в одну мечеть, они говорят только хорошее про Саад. Саад, ради Аллаху, один из первых, кто принял Саад, то есть он принял Саад еще раньше Умар ибн-Хаттаб, ради Аллаху. Спросили во второй мечети, спросили, и вот так вот дошли до одной мечети, и в этой мечети один человек, который именно написал вот эту вот кляузу, на кого? На Саад ибн-Хаттаб, ради Аллаху. И когда он написал эту вещь, то есть сказал, то есть Саад выяснил, Саад сказал такие слова, О, Аллах, сделал такое. Если человек это-то сделал, то есть вот это заявление написал Умару, грубо говоря, желая показухи и славы, то сделай его жизнь длинной, и сделай его слепым, и подверни его искушениям, сказал Саад Радела. То есть обратите внимание, как сказал, если человек желал чего славы и показухи. И в этом нам урок, что те люди, которые в наше время, Баракалуфикум, имеют претензии к правителям, многие так называемые оппозиционеры, на самом деле просто желают чего славы и показухи. И поэтому для нас весами является, как определить, этот человек искренний или нет в наставлении правителя, когда у него претензии к правителю, что тот не живет по шариату. Посмотри на самого этого человека. Сколько он посвящает времени изучению шариата. Сколько он, Баракалуфикум, воплощает в жизни этот шариат. Понимаете? А тот же, кто просто говорит про правителю, он кафир, он не судит по законам Аллаха и так далее и тому подобное, и при этом изучает шариат, 100% от человека сам кафир. И просто занимается тем, чем занимался тот человек во время насада, желает чего славы и показухи, или как принято в наше время называть, это что? Хайпа. Называют хайп. Как и Баракалуфикум, 90% те, кто в наше время опровергает требующие знания, на самом деле Баракалуфикум далеко не желает искреннего, то есть у них нет искреннего отношения к общине, они не желают в общину спасти от заблуждений, они не желают общину Баракалуфикум спасти от новшеств, они не желают общине единобожия, они не желают общине с Сунны, они просто хотят хайпа. Понимаете? Просто хотят хайпа. Когда ты выпускаешь ролик и говоришь опровержение, и называешь имена громкие тех людей, которые 10, 20 или больше лет посвятили призыву к Тухиду и Сунь, конечно, на этот ролик Баракалуфикум столько мух слетится. Правильно или нет? То есть мухи на что слетаются всегда? Вот положи варенье и положи туда кучу того, чего вы сами знаете. Где мух больше соберется? На кучу намного больше мух соберется. И вот так вот эти люди тоже этим занимаются. Улау Альмстан. Вернемся Баракалуфикум к названию Бабута Азир. Азир – это то наказание Баракалуфикум, которое определяет имам. К чему я варакалуфикум немножко отошел от темы? От того, что в наше время, когда некоторые правители варакалуфикум, допустим, в законах прописывают, что наказание за такую-такую вещь, то-то, то-то, такой-то, такой-то срок, такой-то, такой-то штраф и так далее и тому подобное, братья, не торопитесь порицать и говорить, что это не по законам Аллаха. Потому что, когда вы посмотрите на суть наказания, то есть, если правитель Баракалуфикум, допустим, у нас есть положение, что вору, допустим, при определенных условиях отрубается рука, и он скажет, нет, ему дается срок такой-то, такой-то, да, это не по закону Всевышнего Аллаха. И даже при всем этом, даже если правитель даже так сделает, все равно не надо торопиться. Мы с вами варакалуфикум разбирая Тафсир говорили о словах шейх Мухаммад ибн Салихалюхтаймина. Помните, когда я ему задал вопрос, шейх Мухаммад ибн Салихалюхтаймину задали вопрос, сказали, что если какой-то правитель в какой-то стране скажет, что сегодня, на сегодняшний день, я вижу, что мой народ, там, где я живу, не готовы еще к воплощению этого хадда, этого шариатского наказания, как отрубить руку. Можно ли мне пока еще отказаться от этого, то есть заменить это чем-то другим, допустим, пока у народ не окрепится, не окрепнет в религии Аллаха и так далее. Шейх Мухаммад ибн Салихалюхтаймин сказал, никаких проблем нет, у этого правителя есть полное право так поступить. Это слова кого? Шейх Мухаммад. Поэтому не каждый правитель, который даже в наше время, зная, что за то или иное наказание по шариату должно быть, за то или иное преступление, должно быть то или иное показание, и при этом он не воплощает, не надо торопиться, Баракулуфикум, его обвинять, его обвинять, Баракулуфикум. Если, конечно, вы уже будете обвинять и шейх Мухаммад ибн Салихалюхтаймина, тогда Аллаху Алим, как с вами разговаривает. И вот Таазир, Баракулуфикум, это наказание, которое уже говорят, придумывают, грубо говоря, кто правительственные органы. Ва сукуту анзавиль хай'ат. Что значит сукуту анзавиль хай'ат? И то, что Баракулуфикум, Завиль хай'ат, то есть обладатели достоинств, или же авторитетные люди, с них спадает Таазират. А, значит у нас есть что? Хат. Правильно? Есть Таазир. Хат. Наказание, установленное шариатом за определенное преступление. До тех пор, пока преступление не дошло до правительства, этот человек не наказался. Лучше скрыть его грех, лучше об этом не рассказывать, как мы все это же брали. Но если дошло это до компетентных органов, правитель или его представитель, как в наше время Министерство внутренних дел, допустим и так далее, то все, хат не отменяется, какое бы положение этот человек в обществе не занимал. Какое бы человек это в обществе не занимал. Будь это даже самый знающий, самый праведный человек на земле. Понятно, да? Второй момент это что? Тазир. Тазир это что? Наказание. Наказание, мы говорим, это наказание, которое вар и клоуфикум правительственные органы решают, кого, как, за какое преступление наказать. Чтобы, если на это нет указания в Куране и Шариате, то если это не хат, то это может вращаться к чему? К тазира. Мы из этого названия главы понимаем, что может быть, что за определенное преступление наказывается определенным образом, но на усмотрение правителя определенных лиц нельзя наказывать даже тем наказанием, которое предписано в законе. Почему? Потому что они за уль хайат. Потому что они за уль хайат, то есть обладатели определенного достоинства. Даже есть же во многих законах у самих неверующих людей, неверующих государств, например, закон о неприкосновенности тех или иных лиц. То есть это не просто так, братья. Этому основу есть где? В шариате, братья. И поэтому только безбожник и человек, который не знает религию, может о таких вещах заявлять, что какая разница, президент или не президент, надо ему голову отрубить и так далее и так подобное. Ты просто джагли, ты этих вопросов не знаешь. Тебе нужно сначала самому разобраться. 1267-й хадис Айша, да будет довольна, Аллах, говорила, послан к Аллаху, сказал, Акилю дзавюль хай'ати заллятихам, заллятихим, сказал, потупляйте, то есть Акилю, или же прощайте обладателям достоинства или авторитетным людям их промахи. Прощайте обладателям достоинства их промахи. То есть обладателям достоинства заходят те люди, которые Барак-Луфикум неизвестны своим злом. И один из них, Барак-Луфикум, может быть, где-то оступился. Вот такого человека не надо наказывать. И мы с вами, Барак-Луфикум, разбирая книгу Сады Праведной, говорили о том, что, например, часто вопрос задают такой. Бывает так, что произошла авария, допустим, и какой-то человек тебя, например, стукнул в твою машину, например. И вот тут возникает вопрос. Ну, это как пример. А подобных примеров в разных сферах может быть. Хорошо, вот какой-то человек, допустим, взял и стукнул в мою машину. Мне его простить лучше? Или взыскать с него по полной программе? Вот ты на него посмотри, он из-за уль-гаиат или нет? То есть он из-за обладателя достоинства нет? Просто-напросто спроси у гаишника, который приехал туда, то есть для того, чтобы разобраться с этой аварийной ситуацией. Можно вы посмотрите историю этого человека? У него вообще много нарушений. И он когда выходит, у него там в Аркавуфикум два раза его лишили прав, четыре раза он, например, проехал через сплошную, двадцать семь раз проехал на красный светофор. И-и-и, вот такого не прощай. Даже если он тебе царапину на машине сделал. Другой же заехал так, что разбил тебе там, грубо говоря, весь зад твоего автомобиля. Но, аль-хамду-ля, аль-хамду-ля, никто не пострадал по милости Всевышнего Василия. Ты спрашиваешь точно так же у гаишника и так далее. Он смотрит и говорит, у человека десять лет вождений, или пятнадцать, или двадцать лет, и ни одного за ним нарушения не числится. Вот такого прости, брат, ради Всевышнего Аллаха. Потому что, Аллаху алям, завтра, может быть, ты попадешь точно в такую же ситуацию. И пророк сказал, сказал, Простите тех, кто на земле, или же проявите милость тем, кто на земле, и вам проявит милость тот, кто находится вверху над небесами, то есть Всевышний Аллаху. Братья, в этом хадисе Бараку прямое опровержение секти излишествующей в Джархе, при том, что они себя называют саляфиты, но на самом деле многие из них превратились в самую секту. В Бараку луфикум нету человека, мы говорим этим людям, не бывает человека на земле, который не ошибается. Алим, даже Алим, какой бы он степени не достиг, у него обязательно будут ошибки. И об этом сказал пророк Салсам, сказав Куллюбануадам Хатта, все люди сказал ошибается, не сказал кроме ученых. Все люди сказал ошибается. Имам Алик Рахиммагуллаху говорил, у каждого принимается из его слов и отвергается, кроме того, кто похоронен вот в той могиле и указал на могилу пророка Салаллаху Иссалям. Это же секта, секта джархавщиков, если видишь, что какой-то Алим в чем-то ошибся, сразу же начинает везде, как говорится, в барабаны бить, в трубы дуть и так далее и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, потому что в Алия они не верят в этот хадис, где Пророк Салаллаху сказал, Ахилю Заваль Гайати Заллятигим, то есть прощайте обладателям достоинств их промахи, прощайте обладателям достоинств их промахи. Если варак луфикум его ошибка, его промах, в этом может быть стать причиной заблуждения общины, ты предостерегай от его ошибки, но не предостерегай ни в коем случае от него. Поэтому мы говорим, что если человек основа в нем, то есть Ахли Сунна, Акида его Ахли Сунна, Усули его основа его Ахли Сунна, но он ошибся в чем-то, мы предостерегаем от его ошибки, но ни в коем не предостерегаем ни в коем случае не предостерегаем от него. Если же варак луфикум он совершает такие ошибки, которые противоречат основам Ахли Сунны, тогда он выходит за рамки Ахли Сунны, мы предостерегаем как от него, так и от его ошибок. Варак луфикум подробно об этом мы говорили, правила вывода людей из саляфии альхамдулля была у нас даура варак луфикум прошла она в свое время в саудовской аравии по милости аллах субанта ля ссылка на эту даура будет под этим видео лаваль следующая глава варак луфикум 14 бабу фимана иртаддани лислям голова о том кто стал вероотступником то есть отказался от ислама или же вышла из ислама варак луфикум иртед я то есть ридда это что вероотступничество подобное явление существует и об этом упомянул всевышний аллах субанат али сучнял гатин на лазина вану сумма кафару сумма мы на сумма кафару мама сумма сда ду куфра для мы разобрали этот аят варак луфикум в разбирая это в серым амбагу если кто-то не слушал обязательно послушайте варак луфикум ссылка будет под этим видео с дозволением всевышнего аллах субанат али и поэтому когда мы говорим вот этим людям которые здесь что это вопросе такфира мы говорим что мы не против такфира и такфир существует варак луфикум однако это обусловлено чем обусловлено варак луфикум чтобы он был то есть по праву этот такфир должен быть по праву то есть кафиром чтобы тот кто называет себя мусульманом если совершил какой-то грех который вводит его из ислама есть для того на того чтобы назвать его кафиром определенные условия братья есть варак луфикум определенные препятствия и человек который существует сочетается со всеми этими правилами братья ни в коем случае марджиитами считается ни в коем случае мурджиита мы считаем одежде там барак луфикум считается кто уже и там считается тот человек который отрицает куфр того кто совершил этот кухра имеется ввиду если человек совершил какой-то куфр и говорить человек что его поступок не является куфром пока вот этот человек мэржит то есть один человек говорит 2рах луфиком например совершает найти себе называют себя мусульманином и совершает какой-то куфр. И ты говоришь, его слова или его поступок являются куфром, выводящим человека из ислама. Однако не торопись называть его самого кафером, пока в этом человеке не объединятся все условия и им будет отсутствовать все препятствия. И этими вещами, братья, кто смотрит, есть ли все условия, отсутствуют ли препятствия, этим занимаются варакуфикум компетентные органы, такие как, куда, шариатские судьи, улема, баракуфикум. Так или не так? Если так говорить, что это из ахли сунны. Если же баракуфикум человек совершил куфр, например, пришел какой-то человек и пнул Кур'ан, или какой-то человек взял и сжег просто так Кур'ан из-за ненависти Кур'ана, потому что не каждое сжигание Кур'ана является порицаемой поступком. Для многих может быть удивительно то, что я сказал. Как это не кажется? Усман, раду и Аллаху, в свое время собрал все Кур'аны и сжег. Усман, раду и Аллаху, собрал все Кур'аны и сжег. Все, что были на других диалектах арабских. И оставил только один Кур'ан, Кур'ан на диалекте Курайшита. И поэтому даже в наше время, когда улема задают вопросы, говорят, у меня дома очень старый Кур'ан, весь порванный, часть страниц куда-то потерялся и так далее. Что мне сделать? Они говорят, что сожги. То есть ты сжигаешь эти странички, братья, из-за уважения Кур'ана. Правильно или нет? Из-за уважения Кур'ана. То есть чтобы что-то с ним плохое не случилось, чтобы где-то у мусорки не оказался. А другой же сжигает Барак-Луфикум Кур'ан из-за неприязни. Вот видите, тоже он как пример. То есть сжигание Кур'ана, куфр. Один говорит, сжигание Кур'ана, не куфр. Рау мурджиит. Сразу же торопься. Давай тогда Усмана, раду и Аллах назовем мурджиит. Давай тогда всех сахабов, которые жили во время Усмана, и никто его не порицал, назовем мурджиит. Это, видите, действие может отличаться от действия Барака-Луфикума. И вот если человек, допустим, скажем, давайте другой пример. Он не сжег Кур'ан, а пнул Кур'ан, допустим, лежит Кур'ан и начал Кур'ану, мол, язвля, пинать его. И кто-то говорит, человек из Агрии Судна говорит, варак-Луфикум, что его поступок является куфр. И говорит, ты зачем пинаешь этот Кур'ан? Али говорит, асталфрил, ты что, Кур'ан? Поднял. Аллах, я не знал, я думал, что это... Понимаете? То есть видите, его поступок, буквы, но он оказался, что? Он даже не знал, что это Кур'ан. Поняли, да? Как такого можно назвать Кур'ан, правильно, нет? Другой же человек, варак-Луфикум, пинает Кур'ан, и ты ему говоришь, ты что пинаешь Кур'ан? Говорит, а что такое, что в этом плохого? И приходит человек и говорит, нет, мы не имеем права говорить про его поступок, что это куфр, до тех пор, пока у него не спросим, зачем он это сделал. Потому что если он не считает это дозволенным, то есть если он скажет, я пинаю Кур'ан, но я знаю, что это харам, тогда, говорит, мы не имеем права говорить про него, что он как... Вот этот человек мурджиит. Потому что пинать Кур'ан сам по себе поступок уже куфр. Там не нужно никаких убеждений. Что касается сжигания Кур'ана, то мы сказали, возвращается к чему? С каким намерением ты его сжигаешь? Видите как? Есть такие поступки. А варак-Луфикум, если он сжигает Кур'ан с намерением неприязнь Кур'ана, или пинает неприязнь Кур'ана, это само по себе действие уже куфра, даже если он убежден, и говорит, в Аллахе беляет Аллахе, я знаю, что пинать Кур'ан это куфра, но пнул его, он стал кафером, вероотступником. Эти моменты варак-Луфикум ученые разбирают в книгах. Так проблема, наши братья варак-Луфикуме, никто не изучает акиду. Никто не изучает тауфид. Однако все подписались на инстаграм, подписался на две страницы. Одна это такфировцев, которые минутные ролики выставляют шейх, а другие это где раздетые голые бабы. А нет, третья еще есть, с BMW и Mercedes. На этих трех страницах, вот так через страницу смотрят. Такфир, голая баба, извините меня, BMW, Mercedes, Такфир. Вот это примерно. Если не верите, кто это слышит, сегодня же идите к Такфирису, скажешь, дай мне свой инстаграм. Сразу же. Шейх Айтам, один рассказал. Один такой говорил, я говорю, дай свой телефон. Дай мне просто свой телефон. Открой мне, и вы увидите, телефон их переполнен куфром, ширком, бидом, нечестьем, прелюбодеянием и так далее. Вот подойди к любому такого. Скажи, дай мне просто свой телефон. Ну, а что ты стесняешься, если ты такой правильный, у тебя там только хорошее должно быть? Глава братья Бабу Фиман Иртадан. Ислам, глава о том, кто стал вероотступником. В 1268 хадис Анахумейд говорил, я слышал, как Анас говорил, «Кана раджулин, я кто были на вии саласом». Был один человек, он был писарем, пророк саласом. То есть, когда пророк саласом мы снисходили аят, он и говорил, пиши. И вот Юлия же, те, кто записывал аят. «Ва кана калкар аль-бакар ва али-имран». И он был из тех людей, которые изучил суру Бакр, изучил суру Али-имран. «Ва кана раджулин за калкар аль-бакар ва али-имран удафина за шан». И сахабы говорили, если кто-то из нас, говорит, знал суру Бакара, то считал ее, знал ее Тафсир. И сура Али-имран, этот человек занимал среди нас высокое положение. Братья, по милости Аллаху субхан талли, у нас есть сегодня возможность занять высокое положение в глазах сподвижников, пророк саласом, у нас среди узкой женщины. Аль-хамду лля, есть у нас Тафсир, братья Бараку, фикум, суры Бакар и сули Али-имран. Ссылочки будут с дозволения Аллаху субхан талли под этим видео. «Пока на набью саласом, юмля алей, пророк салаллаху алейхи вассалям иногда диктовал ему гафуру рахима, пиши гафура рахима, фаяктуба, он писал афуан гафура, фаякулью написал саму октуб, пророк саласом говорил, пиши, фаюмля алейхи алиман хакиман, или пророк саласом говорит, напиши алиман хакиман, а он писал самин басыра, фаякулью написал саму октуб, а юмашид, пиши как пожелаешь, говорил пророк саласом. Шейх Альбани Баракалуфикум по поводу этих слов, потому что, то есть, как понять эти слова, что значит, то есть, как будто тот писал по-другому, а проксал сам, пиши, как пожелаешь. Шейх Альбани говорит о том, что имам Бухари, рахиму Атали, и также имам Муслим, оба упомянули в хадисе Атанаса, рады и Аллаху Ангу, этот хадис. И поэтому, говорят, Баафаюнкина, то есть, без этой добавки, вот без какой добавки Баракалуфикум, пиши, что пожелаешь. И поэтому Шейх Альбани говорит, поэтому вот эта именно добавка, пиши то, что пожелаешь, скорее всего, говорит, она недостоверная. Скорее всего, потому что в Бухари Муслима она не упомянута. То есть, где он говорит, что писал так, а он писал по-другому, писал так, писал по-другому, а проксал сам, как будто сказал, пиши, как пожелаешь. И поэтому, также имам Тахави, рахиму Атали, сказал, что, то есть, если даже согласиться с тем, что это достоверно, мы знаем, что у имама Тахави есть такая книга, называется «Мушкаль Атар», то есть, непонятные хадисы или хадисы, которые тяжело объединить. Он вот объединял и рассказал, как надо правильно понимать. И он говорил, либо же имам Тахави говорит, если даже согласиться с достоверностью, говорит, То есть, видите, если мы скажем шузу, что значит ревайд уншадга? Мы с вами это брали в науке, разбирать терминологии хадисы. Если кто-то не знает, у нас есть отдельный канал, ссылка будет под видео. Мы говорим, ревайд уншадга – это когда достойные доверия передают что-то, что противоречит тем, кто более достоин в доверии, или тем, то есть противоречит тем, кого больше количества. То есть, грубо говоря, мы сидим, допустим, вот 20 человек. Мы сидим, 20-30 человек, допустим, где-то. И, например, были свидетелем какого-то события. Зашел какой-то человек, что-то нам рассказал и так далее. Потом Баракулуфикум эти 20-30 человек пошли куда-то, и все эти 23 человек праведные, все достойные доверия. И вот эти 20 человек, допустим, давайте скажем, 18 или 19 из них рассказали. Сегодня зашел один человек и сказал, что он сегодня держит уразу, допустим. Так и так далее. Что он сегодня держит уразу и потом рассказал. А 20 говорит, сегодня зашел один человек, говорит, сок пил и рассказывал нам. Ну как так? Он же сказал, держит уразу эти 19 человек, а ты один, говорит, что он сок пил. А на самом деле тот человек, когда зашел, Баракулуфикум просто бутылку с соком в руках держал, но не пил. А ему показалось, что он пил. И видите, получается Баракулуфикум риваи вот этого одного, хоть он тоже достойный доверия, противоречит риваи этих 19 человек. Поэтому его риваи, как называется, шадзо, недостоверно. Если же Баракулуфикум этот 20-й недостойный доверия, то его риваи называется как мункара. То его риваи называется мункар. Имам Тахауи говорит, мы можем, говорит, понять, если, допустим, это даже риваи не шадзо, то что то, что диктовал ему пророк Саласам, вот именно тут речь идет не о Коране. Однако пророк Салаллаху Алейхи Уссаляма, допустим, диктовал ему, чтобы тот писал письмо какое-то людям, которых призывал их к исламу. Понятно, да? И шейх Альбани хороший, там, вау, сказал, от таких добавок мне вообще нравится вот шейх Альбани. И в хадисе нет ничего такого, что, говорит, противоречило тому, что сказал имам Тахауи. Понятно, да? Значит, мы когда услышим подобный хадис, Баракулуфикум, мы не должны понимать, что пророк Саласам закрывал глаза на то, что тот человек писал Коран по-другому. Мы говорим, либо это рива, эта добавка является недостоверной, либо же здесь в Аракулуфикум речь идет, скорее всего, когда сказал имам Тахауи, что это было письма, где пророк Саласам писал же, в разные племена отправлял. И, например, пророк Саласам сказал, например, там, схожи им туда-сюда и так далее, чтобы они принимались поистине Аллаха, гафур-рахим, прощающие, милостивые. А он писал, например, снисходительный, прощающий. проблем нет так тоже ничего страшно понятно важные моменты братья человек который постоянно сунны изучает барак лауфикум и видит как улама обращает внимание на такие моменты дальше говорится и в будущем этот человек стал вероступником отказался от ислама и убежал к многобожникам я лучше всех знаю про мухаммада ягод писал все что желал потом этот человек умер это весть то есть весть о его смерти дошла до пророка на что пророк сказал земля его не примет земля его не примет каль пока ли обу тальха обу тальха начал рассказывать фото эту тиль каль арт латимата фиге и однажды я отправился на ту землю или же я отправился готов не однажды ягод отправился потом на ту землю где умер этот человек ухода лимту анна лязи коля расула яссом к макай и я узнал что действительно произошло так как сказал пророк стал сам фаваджат туман бузан я увидел что он лежит на поверхности земли факульту маша на газа я спросил у тех людей среди которым от просто а чего вот с этим почему вы его не хороните он сказал фокалю до фантау полем так боляр мы его как закопали а земля его не приняла то земля выплевывала этого человека субханаллаху алим то что до сих пор тоже ленина не похоронили удивительно вроде бы и советский союз уже 20 лет назад но до сих пор он за может быть тоже по какой-то причине по причине того безбожия который распространил на салла лавы братья такову она барак луфику может быть участь то есть человека такова может быть участь человека который уже от на всевышнего аллаха субхана у талия который желт на пророка салла лаху алейсалям это братья тут его земля не приняла а что будет с этим человеком судный день одиннолазная поэтому не лгите барак луфик на всевышнего лаха лентина, пророк со Presidential Сканну, мы обращаемся к тем людям которых считают, что новшество дозволены в исламе, которые считают, что новшество должен mote тому что по сути дела параклы факум вы делаете то же самое что этот человек. то есть говорите что я лучше вас знаю Мухаммаде саллассам и начинаете приписывать Мухаммаду Салла-Лахо . то есть он как что-то, я лучше вас даже знаю, Мухаммаде и я писал все что пожелал. я писал все, что пожелал, вот точно так же мы говорим все что пожелаем. говорим можно исправлять алейкум ассалям аули день рождения просто значит его можно и так далее и подобно 1269 хадис анаби гурай ратан расуле ассалям каль абу гурай рассказывал о том что православом сказал ман хана канафсаху фиду не факат аля тот кто задушит сам себя и убьет то есть имеется ввиду путем как повешение допустим убьет сам себя таким путем хана канафсаху финнар тот будет душить себя в аду о монтана нафсаху то она финнар тот кто принес себя чем-то ножом кинжалом и так далее то на финнар тот человек будет бросать себя как пырять себя лишь втыкать себя нож или же меч или же кинжал в аду о монах тахама факата лянафсов и тот кто бросит себя и шейх альбани вот тут говорит бар калуфикум в рива его махмада пришло анар тот кто бросит себя в огонь факата лянафса и убьет себя их тахама финнар тот будет бросаться вот так вот в огонь внутри самого ада на саллах аляфу ляфь братья удивительно посмотрите вар калуфикум и на хибан или же после него аль-хафиз хайфами привели этот хадис в главе о чем в главе о вероотступничестве потому что вар калуфикум мы знаем страшные пришли угрозы страшные угрозы в отношении того человека который убивает себя то есть мы знаем что убийство самого себя по сути дела не является куфром но даже у нас помните хадис есть тот сподвижник который убил сам себя и аллах ему простил за то что он был в джигаде сказал кроме руки и проксал сам складе руки его тоже прости сказал то есть как бы этот довод являться на то что знать но может быть большая вероятность что большинство тех или большая часть или огромная часть те кто сам себя убивает на самом деле является неверующим почему потому что вар калуфикум тот человек который убивает сам себя он убивает себя от того что ему хорошо ли от того что он плохо он убивает себя от того что ему плохо правильно же получается убивая себя он думает что там будет ему легче так он же осознает что там будет еще хуже если бы он верил что там будет еще хуже он бы этот шаг бы не допустил правильно и и поэтому есть большая вероятность что самоубийство может быть неверующим человеком поэтому прошла сам даже не молился за этих людей а тот же человек аллаху алима лавали может быть который пророк состав сказал и руки его прости может быть он был как говорят же в таком когда у человека такая боль когда он уже когда это не соображает что делает может быть он на такой в таком состоянии себе убил. Может быть, и поэтому ему было прощено. Это что касается Баракуа, 24 главы, главы о худудах, о шариатских наказаниях в Аллаху Алим.